Всем доброго времени суток! Мы с вами продолжаем играть в Фермер Симулятор 15 И как вы помните в прошлой части я все ждал, никак дождаться не мог, большого спроса И вот он пришел, но дело в том, что он пришел на силос И я совсем немножечко успел на этом заработать, но у нас осталось силос на яме всего совсем-совсем чуть-чуть Еще сколько здесь осталось? 23 тонны То есть мы на этом толком и заработать не успеем И у нас пока что цена, давайте посмотрим, 1200 по сравнению с тем, что у нас было, 793, да, это просто-просто праздник какой-то Ну, как я и говорил, мы на этом заработать, скорее всего, не успеем, потому что предложение действует всего 6 часов А у нас заканчивается готовый силос и в нашей первой яме ферментация еще будет проходить достаточно долго, да Поэтому сейчас допродаем все, что у нас осталось Ну и, видимо, на этом все у нас дело закончится Будем ждать, когда все-таки у нас еще в одной силосной яме появится возможность продавать оттуда, да Давайте посмотрим, что у нас здесь Здесь мы подготавливаем поля для посева И опять мы здесь будем сажать кукурузу на силос Как вы помните, мы купили третье поле И уже там, когда мы его тоже посадим и начнем продавать оттуда Я думаю, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы мы забыли-забыли о деньгах на будущее Давайте я сюда посажу наемного, наверное, работника Чтобы не отвлекаться нам сейчас, потому что в бочке будет заканчиваться достаточно часто жидкий навоз Хотя у нас его и много, и мы могли бы на этом сэкономить Но дело в том, что я бы сейчас хотел заняться расширением поля Как раз о котором я и говорил в прошлой части Которое мы купили Давайте здесь мы, наверное, с вами Вот здесь мы немного сюда будем возвращаться периодически Так как мы с комбайна сбросили курс Но я помню, что там стояла у него жадка на 9,6 метров Сейчас мы здесь все настроим И у нас будет собираться солома И мы ее будем вручную продавать Так, 24-е поле, стартовый угол Это у нас северо-запад, да, получается Северо-запад, и движемся мы на восток Так, по идее должно все работать Давайте посмотрим Так, да, все отлично Все, он поехал, только вот мне скорость у него не нравится Ну, вернее, скорость нравится, но он нам так покоя совсем не даст Давайте ему хотя бы поставим, ну, километров Вот, 8 Я думаю, что он нас так не будет часто тревожить Так, я думаю, что достаточно Все, а мы с вами перемещаемся все-таки вот сюда На 27-е поле Все, никак не мог вспомнить, какое же это поле И начнем его расширение Будем пользоваться, естественно, GPS-ом Так, потому что здесь надо быть Крайне-крайне аккуратными нам, да? Поехали Я думал-думал Решил, что сильно мы его расширять все-таки не будем И оставим место для разворота комбайна и машины Потому что я все-таки планирую, наверное, не объединять Ну, пока что планирую не объединять поля наш 32-е, 27-е, 33-е 33-е еще не купленное Потому что 27-е, мне кажется, будет удобнее нам убирать как раз поперек Мне кажется, это будет просто замечательно Так, я вот думаю, вот до сюда трафику мы не будем никак мешать Так же, как и трафик нам не будет мешать, да? Вот я думаю, что будет вот так замечательно просто Давайте поднимаем плуг Отлично Теперь вот нам надо как-то попасть с другой стороны Потому что здесь у нас линейки нет И все это будет точно на глаз Ну, я думаю, что в крайнем случае я потом там посажу травку И выровняю все как надо Так, здесь, 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 здесь Так, никак попасть не могу В патче немножечко изменили Теперь трактора прокатываются Не сразу останавливаются Ну, они, правда, и раньше не сразу останавливаются Но сейчас они еще немножечко-немножечко прокатываются вперед После того, как вы нажимаете на тормоз И никак невозможно его остановить Особенно если он под горку еще едет Так, вот я думаю, что отсюда, если мы здесь плуг опустим Будет замечательно Включаем снова создание полей Включаем наш GPS Для того, чтобы нам где-нибудь чего-нибудь лишнего не накосорезить Ну, вот, как я и говорил Дойтс уже набрал солому и просит его разгрузить Мы обязательно это сделаем, но немножечко попозже Сейчас мы все-таки с вами немного прокатимся вперед И здесь объединим А потом уже к нему вернемся И здесь будем заканчивать Уже после того, как разгрузим его от соломы Так, ну, думаю, где-то вот здесь будет достаточно Поднимаем Так, по-моему, пока что Ну, вот, если брать Вот, смотреть отсюда То для нашей 6-метровой жатки Я думаю, что здесь будет 2,5 прохода И это уже все-таки Я думаю, что потянет он на 10-20 И это уже неплохо, как мне кажется Так, давайте разворачиваем плуг Попробуем теперь так же ровно сделать с этой стороны Соединить Так, вот колесико должно быть у нас Немного за полем Да, тогда вроде бы получается как ровно Но оно должно быть совсем чуть-чуть за полем Ну, примерно, примерно, я думаю, что вот так, да Шпес показывает, что все у нас должно быть идеально Давайте проверим, так ли это Опускаем, включаем создание полей Да, вроде бы мы едем Едем очень даже удачно Ну, вот смотрите Вначале мы ехали удачно И как только мы съехали с поля Почему-то пошел захват ровно по колесу Так, это как-то странно Ну ладно, давайте доедем Я здесь потом подровняю Все-таки это одно колесо Не так это страшно, мне кажется Так Так, здесь как бы создать идеальный угол Я даже не представляю Так, давайте прокатим Потом я все-таки, наверное, травой все это заровняю И будет все хорошо Так Что-то такое наподобие идеала у нас получается, да Так, ну и здесь уже Здесь уже не обязательно прям равняться как-то Сейчас мы немного вот тут захватим Сзади кусочек Вот так Как-то воткнем потом Уоткнем И будет у нас все хорошо Так, ну только вернемся Вначале А вот сюда Поедем, продадим С вами соломку Потому что на складе у нас еще 50 тонн Как вы помните, есть И нам она еще не скоро понадобится У нас уже 142 тонн Ой, 142 142 тысячи денег И я думал-думал, что же купить первое На эти 142 тысячи Сначала я хотел купить Все-таки два поля под зерновые И на этом уже закончить Как бы с покупками полей Я думаю, что это бы нам надолго хватило Потому что у нас еще большого спроса Ни разу на зерновые не было И у нас есть пока возможность копить Ну копить у нас пока Пока получается из тех полей Которые у нас есть Пять штук Поэтому Поэтому мои мысли пришли к тому Что нам нужен еще один трактор Как минимум еще один трактор Плюс я хотел дойцы эти менять Но теперь уже не до замены А просто нам нужен еще один трактор Иначе мы перестаем справляться С теми полями, которые у нас есть И с тем урожаем, который у нас есть Вот даже сейчас, как вы видите Два трактора уже маловато Третий у нас сейчас пока, конечно, занят Так скажем Дополнительным откусыванием Еще кусочка поля Но по большому счету Три трактора Уже Прямо это впритык Впритык там хватает Нам нужен обязательно Ну не обязательно, конечно Это прям не горит Но я не люблю, когда вот Столько времени простаивают поля И мы не можем чем заниматься Ну то есть Не можем заниматься посевом Или Или сбором урожая То есть мне кажется Это потраченное время впустую Поэтому, наверное, все-таки Нам надо будет копить на трактор А потом уже Со следующего сбора урожая Наверное, уже тогда Тогда Мы будем с вами Будем тогда с вами уже Собирать на Нет, стоп Будем тогда уже собирать с вами На еще два поля И на этом с полями, наверное Пока что закончим Будем потом копить уже деньги На пчел Будем на теплицы На солнечные батареи И в конечном счете На ветряную мельницу Да Ну и, естественно Увеличивать поголовье скота Ну, под скотом я подразумеваю коров Потому что с овцами Я, честно говоря Пока больше заниматься не хочу Так, у нас включены Интересно Так, разрешить создание полей Да, разрешаем создание полей Вот теперь Включаем GPS И поехали Так, и у нас вот Чуть-чуть там захватилось Но это, говорю, не страшно Это потом я Проедусь Уже Сейлкой Только с травой И Наверное Там Там уже пропашу По-нормальному И еще один Какой один еще Из вариантов покупки Это покупка сейчас В сейлке Побольше На 6 метров Да Потому что вот этот Трехметровый сейлк И уже вот эти поля Как-то Засеивать не очень Не очень получается Вот И Хочется уже что-нибудь Такое Побольше Помощнее Да Так Даже вроде GPS-то включил Как-то включил-то Включил, но Почему-то не включил Как-то не совсем Я его включил Так Еще раз попробуем Ну Вот Теперь вроде бы поехал Все нормально Такого странно Сейчас Вот Вот такие у меня мысли Не знаю Честно говоря Не смотрел Сколько стоит сейлка И вообще Потянут ли ее Наши трактора Потому что К сейлкам Какие-то Прям совсем Завышенные требования Остается только Удивляться этому Поднимаем плуг К сожалению Здесь наемного Рабочего Не посадишь И вот это Приходится делать Самому И это Самое 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 Наверное Сложное Из всего Что есть Так Из всего Что есть В игре Потому что Здесь Нужна Прям Ювелирная Точность И Здесь Не всегда Даже Помогает Как вы видите GPS Потому что Углы Делать Очень Даже Непросто Так Мы сейчас Сделаем Наверное Еще по Одному Проходу И Уже Пойдем Чем-нибудь Другим Заниматься А это Я уже Доделаю Потом За кадром Так Ну вот Сделаем Здесь Проходик Еще Вот сейчас Наверх Проходик И потом Потом Направо Проход Сделаем И все Потом Я уже Буду Уравнять Здесь Сам Так Надо Еще Посмотреть Как у нас Дела На Поле Рядом С коровником Сороковой По-моему Да Это поле На строковом поле К тому же Я думаю Что Должен был Антоха Закончить Работать Так Включен ли у нас Вроде бы Включен GPS Потому что За вот этими Надписями Я ничего не вижу Нет Не включен Все Поехали Теперь Все включено Все нормально У нас У нас Дуэц Просит Разгрузить От соломы И Липхер Алексей Анатольевич То есть Наш Просит Посмотреть Что же Мы Делать Дальше Мы сейчас Забежим На Силусную Яму Посмотрим Что там С ферментации Еще В первой По моему Яме У нас Да И Уже будем Тогда Принимать Решение Но в любом Суча Нам надо Его заправить У него Там Совсем Оставалось Совсем Мало Топлива И Там Напротив Заправка Есть Поэтому Мы заедем И вручную Его заправим Оп Стоп Стоп Действительно Неправ Действительно Неправ Вот Вот так Нам надо Теперь Поехали Теперь Поехали Ну и все Как только Мы Объединим Это поле Его останется Только Пройтись Плугом И удобрением Которое Мы купили И Уже Мы Здесь Тоже Будем Сажать Клупу Русскую Как и на Других Полях Так Алексей Анатольевич Да У нас Закончил Здесь Все Прерываем Маршрут Прервать Маршрут Так Сбрасываем И давайте Посмотрим Ну все Он здесь Доубирал Очень удачно Мы в этот раз Поставили Ковшу И он Собирает Все До последнего Зернышка Как говорится Правда Здесь не Зернышки А Некая Другая Субстанция Ну и Остается Нам Надеяться Просто Верить И надеяться Что Вот эта Силостная Яма Все таки Все таки У нас Успеет Подоспеет К Большому спросу Хотя Здесь ферментация 78% Осталось еще 22% Я думаю Что Это будет Готово Только К завтрашнему Дню Ну что ж И так Неплохо Мы Попродавали 149 тысяч У нас Посмотрим Как у нас Дела у Антохи Антоха Все продолжает У нас Здесь Культивировать И Удобрять И у него Кстати Даже Очень неплохо Получается Он даже Без пропусков Мудряется Это делать Только он С нас Теперь берет Денежки Потому что У него Закончился Закончил Бочки Жидкий навоз Ну ладно Не будем Умешать Пока что Пока у нас Есть чем Заниматься И мы С вами Пока вот Отвезем Сено Может быть Забежим Даже к нашим Курочкам Посмотрим Давно Мы не смотрели Что Что у них Там Как у них Там Сколько Они нам Нанесли Яичек И может Быть Даже им Поставим Гнездо Куда они Смогут Нестись Уже Спокойно Заходить Садиться На На Гнезда И Нам Спокойненько Спокойненько Уже Туда Складывать Яички Чтоб мы Не бегали Больше Кругами И не думали Как нам Это все Сделать Давайте Кстати Так Наверное И поступим Мы сейчас Посмотрим Сколько у нас Яичек Ох А яичек Тут прилично Набралось Мы давно Давно Сюда С вами Не заходили По-моему Сам Чуть ли не С самого Начала Как мы Купили Здесь Они В одном Месте Почему-то Любят Все Время Нестись Видимо Там Травка Помягче Или Что-то 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 Там Другое Не знаю Может быть Какое-то Как Гнездышко Они Они Там Себе Сделали В общем-то Нам Было Было Удобнее Если Бо Они Вообще Все Это Все Яйца Несли В одном Месте Потому Что Петрович Михайлович Мне Давно Говорили Давай Купим Досок Мы Тебя Собьем Все Сделаем Будешь Будешь Как Белый Человек Вышел С утра Зашел Взял Пару Яичек Или Не Пару Сколько Надо В общем И Уже Спокойно Приспокойно Себе Сложил В корзиночку И отнес Домой Положил В холодильничек Или отвез На продажу Так Мы вроде бы Тут собирали Или они так Успевают Быстро Нестись Давайте посмотрим По журналу Что у нас там Пишут Про Яйца Все ли мы Собрали Или нет Так Нет Где-то Еще одно Яйцо Валяется Давайте Все-таки Найдем Все-таки Я думаю Что надо Найти Это яйцо И потом Уже Ставить Домик Где Она Может быть Где Это яйцо Может быть Я честно Говоря Даже Не представляю Куда Они Спрятали Не хотят Отдавать Видимо У них У них Там Цыплятки Скоро Может быть Высиживает Там Какая Курочка Вот Где-нибудь Здесь Домик Я не знаю Честно говоря Я не вижу Яйцо Если вы Заметили Пишите В комментариях Потому что Я его Честно говоря Не вижу Куда Что-то Курица Так Не вижу Я не знаю Куда Они его Спрятали Ладно Надеюсь Оно не провалилось Давайте Все-таки Им купим Домик Долго Я думал Думал Решил Все-таки Послушаться Михалыча Так Не знаю Где он Вот здесь В разном Да Вот он Курятник Покупаем Его И поставим Где-нибудь И поставим Где-нибудь Вот здесь Его Наверное Да Будем Забегать Сюда И уже Спокойненько Приспокойненько Собирать И курочкам Нашим Будет Будет Удобнее Нам Приятнее Да Поближе К заборчику Вот Вот так Я думаю Что будет Хорошо Я думаю Что будет Хорошо Давайте Вот он Вот он У нас Какой Получился Так Забор Не вылазит Все очень Ну по-моему По-моему Неплохо Вон смотрите Уже одна курица Пошла Посмотреть Как там дела Давайте тоже Зайдем Посмотрим Что у нас Здесь Вот оно Яичко Вот оно Яичко Вот уже Одна курочка Села сюда Наносистик Вот у них Здесь Корм Водичка Все у них Вот есть Ну и отлично И вот Жордочки Для того Чтобы они Могли Спокойно Переночевать Или Переждать Плохой Переждать Непогоду Так Так Давайте С вами Возвращаемся Вернем Наш трактор Пусть он Дальше у нас Собирает солому А мы С вами Посмотрим Как дела У Антохи И после этого Если там Еще Не готово Поле Продолжим Расширять Наше 27 Поле Там уже Совсем Чуть-чуть Осталось Где мы Забирали Вот здесь Да Здесь еще Пару проходов Я думаю Что очень Неплохо Неплохая Прибавка К денежкам Вот Дает нам Вот эта Соломка По моему За каждый Прицеп Мы получаем Тысячи По две Это уже Крайне Крайне Здорово Сейчас вот здесь Пособираем Наверное На краях Потому что Сюда Наш работник Здесь почему-то Наш работник Не хочет Собирать Он как-то Игнорирует Эти места Объезжает Эх стороной Но мы Это и сами Можем сделать Хотя здесь Не так много Но выглядит Как-то не очень Красиво Не очень Эстетично Да Когда вот Валяется В конце поля Вот такие Вещи Ну хотя С другой стороны 600 600 килограмм Почти что Полтонны Сена Здесь валялось И Могло Так скажем Не достаться Никому Так Пользу Никакой Не принесло Все Поехал он дальше Мы с вами Посмотрим Что у нас здесь Ну Антоха У нас тут Уже почти Что закончил Так что Потом Его можно Поставить Будет С Сеялкой Так А давайте Посмотрим Все-таки Сколько стоит Сеялка Теперь на Триполе Вот этот Трехметровый Как-то сеять Уже Совсем Совсем Не хочется Вот эта Сеялка Для картошки Это у нас Большая Есть Но Здесь Она не сеет Кукурузу И это Картошка И эта Картошка Ну да ладно Так Вот Сеялка Сеет Кукурузу Шестиметровая Да Стоит 61 тысячу Вот Давайте Вот эту Наверное Купим Совсем Большие Наверное Мы с вами Не потянем Да Тут Нужны Трактора 320 лошадиных сил 180 Ну вот это 180 Но Я думаю Что ее Наш трактор То вот 160 Который Лошадиные сил Нью Холланд Потянет Но Ну стоит ли Это того Стоит ли Это того Я Честно говоря Не знаю Просто я Боюсь Что С ней тоже Могут быть Проблемы Ну давайте Купим Вот эту За 61 тысячу И Уже Опробуем Ее Наверное Да Ее покупаем Все Нечего Нечего Тут думать Пока деньги Есть Она нам Нужна И У нас Осталось Еще Немножечко Денег И мы Уже Сможем С вами Подумать Куда Их Израсходовать Да Ну чуть Попозже Хотеть Хотеть Чего Попозже То мы Можем И сейчас Об этом Подумать Да А Может быть Действительно Поле Тогда Купить Действительно Остатки Денег Поле Купить И уже Со следующего Урожая Уже Купить Нам Трактор Давайте Сейчас Я сбегаю Посмотрю Не буду Я дергать Трактор Пусть Он у нас Здесь Убирает И В общем У нас Пока Все Трактора В работе Поэтому Не будем Мы Никакие Трактора Отвлекать Здесь Тем более Не так Далеко Бежать Я вам Покажу Те поля Которые Я все Таки Хотел Купить Под Зерновые И Их В конечном Счете Объединить Потому Что Я посмотрел Посмотрел Вроде бы Как должно Все Получиться Вроде бы Даже Должно Получиться Неплохо Или Даже Если Их Не Объединять В любом Суча Они Находятся Рядом С друг Другом И Это Будет Достаточно Удобно Для Уборки Для Перевозки И Здесь Все Это Будет Рядом Вот Это Поле Уже Наше Его Кстати Неплохо Засаживать Вот 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 Эти Поля Сейчас Мы Посмотрим Сколько Они Стоят Вот Видите Два Поля 37 36 Их По большому Счету Можно Объединить Там Немножко Засеять Края И Сделать Одно Большое А Можно Убирать И Вот Так Частично Поэтому Мы Посмотрим Сначала Наверное Сколько Стоит 27 Потому Что Оно Больше Всего Меня Смущает Оно Какое Кривоватое Все Так Оно 47 Тысяч Стоит Отлично Отлично Вот Его Мы Можем Купить И Получать Со Следующего Урожая Еще Бо Получить Со Следующего Урожая Еще Больше Зерновых Посмотрим Сколько Вот Это Больше Поля Намного Больше Так Оно 66 Тысяч Стоит Оно На 2 Гектара Но Совсем Без Денег Я Конечно Тоже Бо Не Хотел Оставаться Давайте Все Таки Наверное Купим Чтобы Это Было Все При Вас Чтобы Я За Серии Это Покупал Купим Вот Это Поле Все Таки 37 Получается 37 Поле И Начнем Так Купить Купить Все У нас Мы С вами Потратили Уже Больше 100 Тысяч Получается Но Зато У Нас Тоже Неплохие Неплохое Прибавление Получилось Мы Купили С вами Сейлку Мы Купили С вами Поле Я думаю Что В следующий раз Мы получим Неплохой Урожай И Будем ждать Очередного Большого Спроса Потому что У нас Пшеница 164 Тонны У нас Канолы 90 Тонн Так Вот Антоха Закончил С удобрениями Так Мы Его Отвезем Отвезем С вами Как раз Сейчас На 27 Поле И Там Поставим Его Потому что Когда Мы Закончим Расширение Мы Как раз Как раз Его туда И запустим А потом На Нью-Холланде Посадим Михайловича Он Сбегает У нас Засеялкой И Будет Уже С новой Сейлкой Засеивать Вот эти Все поля Кукурузы 40 30 32 27 Да А еще Один Антоха У нас Будет Сейчас Дособирает Солому И тоже Начнет Уже С 37 Свежекупольного Поля Его Посадит И потом Все остальные Поля Подряд Начнет Погорячился Надо еще Придется Еще Небольшой Круг Сделать Вот Как-то Вот так Да Так И вот так Не наполняя Бочки Да Бочку Я заполню Наполню Ну придется Антохе Здесь работать Ладно Отлично Отлично У нас Прошла Серия Ну Правда Такая Сумбурная Но Мы много Чем Успели Позаниматься На этом Я думаю Что я С вами Попрощаюсь Мы увидимся Обязательно С вами В следующей Части Спасибо Всем Кто Меня Смотрел И Ждите Продолжение Всем Пока Пока Субтитры Субтитры